Доверяй, но проверяй! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами через QR-коды. Новая схема незаконного заработка выглядит так. Мошенники подбрасывают жертвам рекламные листовки, по которым можно получить скидку на товар, просто отсканировав QR-код. Через некоторое время средства с банковского счета обманутых и доверчивых благополучно списываются благодаря уловке мошенников. Эксперты посоветовали использовать специализированные программы, которые умеют отсеивать опасные коды, а также самим проверять, не наклеен ли один QR-код на другой. Сегодня в России празднуют День военно-воздушных сил. Памятную для страны дату отмечают ежегодно 12 августа. Именно в этот день, в 1912 году, по российскому военному ведомству вышел приказ, который привел в действие штат воздушно-плавательной части Главного управления Генерального штаба. Тогда-то и было положено начало военной авиации России. В ознаменовании этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России. А сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника Дня ВВС России. Авиация ВВС включает в себя дальнюю фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию. Волонтеры продолжают раздачу защитных масок. Кроме того, активисты рассказали жителям столицы о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомили их с рекомендациями Роспотребнадзора и раздали памятки с информацией о важности использования средств индивидуальной защиты. Ведь по данным оперативного штаба, граждане продолжают заражаться COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев, а три человека скончались. Это не рейд на проверку того, что соблюдается здесь что-то или нет. Конечно, мы пришли ради населения, ради того, чтобы принести какую-то пользу, рассказать именно словесно, не какими-то медицинскими терминами, пугать кого-то, а просто сказать о необходимости. И, конечно, защита прежде всего себя, потом и своих родных и близких, потому что мы не знаем, принесем мы это с собой или заболеем сами. Это уже кому как повезет. Поэтому, если человек информирован, он уже защищен. Проведена акция про сдачу медицинских масок в многолюдных локациях. Это торговые центры, парки, кафе и другие социальные объекты. Организаторами выступили молодежные организации Дагестана, штаб, волонтеры, медики и Объединенный молодежный фронт. Отметим, что такие рейды будут проходить по всей республике. Полноводные озера образуются из маленьких родников, также и с добрыми делами. Программа «Я опекун» благотворительного фонда «Инсан» продолжает реализовывать мечты своих подопечных. На средства попечителей и жертвователей фонда вдова с тремя детьми обзавелась новым и комфортным жильем. Тему продолжит Корбан Рагимов. Вагон на окраине Ленинкента. В этом помещении 4 года ютилась семья, состоящая из 12 человек. Руки от Магомедова и ее трое детей лишились кормильца, а затем переехали из села в город, где их приютила мать женщины. Тут же вместе с ними проживала еще и многодетная семья сестры. Там ничего нету на свой. Трудно было. Я не знаю, как это сделать. Женщина обратилась в фонд «Инсан», и вот спустя полтора года семья уже заселилась в свой просторный светлый дом, общая площадь которого около 110 квадратных метров. Здесь три комнаты. Дети быстро распределили их между собой и занесли свои личные вещи. «Как ты будешь обставлять эту комнату? Что будет? Где находиться? Я вижу, здесь игрушки твои. Вот здесь моя кровать будет. А еще что будет здесь? Здесь шкаф, купе. Телевизор? Да. Еще до потери главы семьи Магомедовы приобрели участок в центре поселка. С помощью родственников и за счет соцспособия здесь заложили фундамент. На всю остальную работу денег уже не было, и стройка так бы и осталась заморожена на годы. На этом этапе к делу и подключился благотворительный фонд «Инсан». В течение года мы провели строительные работы Магомеда Рукиад. Мы возвели строение и поставили крышу, окна и прочее. И внутреннюю работу произвели. Внутреннюю работу мы порядка 80% делаем. Ну, обои наклеим, там шпаклевки. И ламинат. Да, ламинат и все остальное в это санузел сделали. Полноводные озера образуются из маленьких родников. Так и средства на строительство этого дома были собраны по программе «Я опекун», в рамках которой помощь оказывается вдовам и детям-сиротам. Всего на работу ушло чуть больше 820 тысяч рублей. Программа «Я опекун» реализуется посредством ежемесячных перечислений опекунов. Опекун – это человек сам, единоличный, или же совместно с каким-то коллективом принимает для себя решение каждый месяц оказывать финансовую помощь в поддержку детей-сирот. Это разные суммы? Это разные суммы. От 3 тысячи, 5 тысячи, кто-то 10 тысяч и более. Но они бывают стабильные, да, постоянные. О таком доме в семье Магомедовых могли только мечтать. Теперь вопрос удобства и комфортных квадратных метров для них решен надолго. Впереди лишь приятные хлопоты об устройстве жилья и знакомства с соседями. Спасибо фонду «Инсам» и работникам, и опекунам помогали мне сделать эту работу, построили мой дом. Спасибо вам всем. До конца этого года фонд «Инсам» подарит жилье еще десяти нуждающимся семьям. Но подобных драматических историй по всей республике немало, и на помощь фонда рассчитывают многие. А значит, впереди новые сборы и организационная работа, чтобы дарить радость тем, кто уже отчаялся ее увидеть. Помочь может каждый, ведь даже самое скромное личное участие в благотворительных программах фонда «Инсам» многим может дать надежду на счастливый финал. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В Кизельюрте открыли новый сквер. Он стал первым из девяти объектов в городе, благоустраиваемых по программе «Комфортная городская среда», строительство которого завершилось раньше предполагаемого срока. Здесь установлены скамейки и урны, пешеходные зоны, усланные тротуарной плиткой, обустроены альпийские горки. Несмотря на официальное открытие, это еще не завершенный вид объекта. На территории будут также посажены зеленые насаждения. Вы не смотрите, что она сегодня в неприглядном состоянии, потому что озеленение у нас будет идти осенью, посадка цветов, посадка кустарников, деревьев. Поэтому здесь будет очень красивая зеленая зона. И наша с вами задача, конечно, сохранить это все максимально, передать детям эту красоту и быть внимательным тому, что мы сегодня делаем. Сегодня очень большой труд, большие затраты это все сделать, а ломать это очень легко. Стоит отметить, что многие жители недоумевали по поводу расположения сквера и выражали сомнения в его необходимости в этой части города. Но именно здесь, по перспективному плану развития Кизельюрта, в скором будущем появится зона для комплексного отдыха жителей, и объект станет ее частью. Деревянные изделия уже много веков сопровождают человека в повседневной жизни, что только не изготавливали из древесины, начиная с древних времен до наших дней. Даже век высоких технологий теплое и мягкое дерево, как сырье, не теряет своей актуальности. Алина Багилова побывала в гостях у мастера-самоучки, в руках которого любой твердый ствол превращается в податливый мягкий материал. Магомед Саид Абидов долгое время работал плотником, а когда вернулся из армии, стал первым фотографом в своем небольшом селе Санат-Лим. Резьба по дереву была для него увлечением, хобби, которое он практиковал в свободное время. Всерьез мастер занялся деревом только когда стал посвящать этому ремеслу много времени. Там у нас сосед был, ложки делал все время, все время показывал, даже нож подарил, когда был маленький. Деревянный ножик? Ну, этот, есть, инструмент для... А, да, вариски. Да, вариски. Магомед Саида можно по праву назвать настоящим цанатлинским самородком. Ведь специального обучения ремеслу деревообработки он не проходил, просто взял инструменты и начал что-то делать. От простых ложек и вилок дошел до вполне сложных предметов. Любое дерево, которое вам попадется, обязательно примет любые формы. Там вилки, ложки, тарелочки. Ну, попадутся куски, вот, вирусы, что-нибудь делаю. Вот этим дарят, что-нибудь, там, вручки, вручки. Работы плотника от Бога разлетаются мигом. Это и неудивительно, ведь, глядя на его изделия, сложно поверить, что их создал мастер-самоучка. К тому же многие свои деревянные шедевры он отдает просто так, не делая целью зарабатывать на своем хобби много денег. Деньги. Что я буду делать тем, дамы? Ну как, они же нужны всем. Я никогда не за деньгами не бегал. Даже когда на деле работаю, когда ученики помогают, помогают. Я деньги не беру так. Особых творческих планов у Магомедсаида Абидова нет. Он живет одним днем, режет по настроению больше для души, чем для прибыли. Хотя соседи видят в нем перспективного мастера, который сможет достойно представить село на выставках самого серьезного масштаба. Не от учебы, не от какого-то… Это вот какой-то самородок, который вырос там в селе, никуда не выезжал и так далее. Но он часто по заказам какие-то лестницы делает, балясины делает и так далее. Ну приглашают даже иногда бывает в Махачкале, иногда пропадают там какие-то заказы. Но обычно наши сельские люди, которые там живут и так далее, его приглашают. Ну видят работы там уже и соседние. Конечно, сейчас деревянная посуда уже не пользуется таким спросом, как раньше. Во времена наших предков она была необходимостью и непременным атрибутом каждого горского дома. Но радует одно – то, что желание использовать в быту экологичные материалы есть до сих пор. И это дает надежду, что древнее ремесло будет востребовано и станет возрождаться, даря рукотворное тепло новым поколениям. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Гумбетовский район». Сулакский каньон попал в рейтинг 30 самых красивых мест Юга России. Рейтинг составил портал о путешествиях «Пирито-Бурито». Авторы сайта сравнивают местную достопримечательность в Дагестане с каньоном в Аризоне США. Помимо этого, подчеркивается, что вблизи с этим чудом природы располагаются самые большие на Северном Кавказе черкейское ГЭС и одноименное водохранилище. Отметим, что Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире. Он является также одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей республики. Ежегодно его посещают тысячи туристов со всего света. Расположен каньон в долине реки Сулак и рядом с поселком Дубки. Гражданам, которые ведут творческую деятельность на сцене, могут назначить досрочную страховую пенсию по возрасту. Как сообщили в пресс-службе Управления Пенсионного фонда России по Дагестану, спецстаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих деятелей должен быть от 15 до 30 лет. Согласно законодательству, теперь основным условием для выхода на пенсию по стажу будут учитываться годы работы на сцене, а не пенсионный возраст. Также главным критерием остаются накопленные коэффициенты по пенсии. На территории, прилегающей к Духовному центру, проходит возведение подземного пешеходного перехода. Работы в эти дни идут на старой Каспийской трассе. Переход соединит в единый парковый комплекс зеленую зону вокруг Духовно-просветительского центра имени пророка Исы и прилегающую от него до набережной Каспийского моря аллею, названную в честь героев медиков. Общая протяженность аллеи составит 1300 метров, а площадь 9 гектаров. На трассе сейчас идут активные работы для проезжающих автомобилей. Специально подготовлена объездная дорога. Хотелось бы обратиться к автолюбителям с просьбой выбирать в часы пик объездные маршруты для того, чтобы облегчить перемещение именно в данном участке. И просим отнестись к этому пониманиям. Для возведения подземного перехода используется вся необходимая современная техника и людские ресурсы. Перестроителями поставлена задача уложиться в максимально короткие сроки и без ущерба для качества работ. Впрочем, сами участники дорожного движения относятся к ситуации с пониманием. Небольшие неудобства – это вынужденная мера, которая послужит общему благу. Ведь после ввода в эксплуатацию нового перехода будут соединены пешеходными путями не только два отрезка аллеи, но и несколько микрорайонов вокруг старой Каспийской трассы. А это значит, что район вокруг духовного центра станет еще комфортнее и безопаснее для жителей. Вечером немножко задержка идет. Так как асфальт уложили здесь, таких проблем больших не вижу. Ну вы готовы потерпеть, пока вот это все построят, этот пешеходный переход? Ну конечно, готовы ради будущего блага. Мы идем гулять в парке, конечно. Я готов, я готов. Войти на уступки, войти на встречу людям. Это для нас делается, для наших детей. Поэтому я желаю каждому дагестанцу иметь максимальное терпение, пока вот эти моменты закончились. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.